Загадочный объект Обычно люди снимают нечто загадочное только в небе. Я говорю об НЛО. Однако в этот раз им удалось поймать в объективы камер странный объект, который вроде как мог совершить аварийную посадку где-то в Южной Атлантике, недалеко от Антарктиды. Корабль инопланетян замер у подножия местной горы Пейджет и оставил за собой длинный след, возможно, вызванный аварийной посадкой. Тем не менее, хоть все и максимально подходит на неопознанный летающий объект, находятся люди, уверенные, что перед нами пропавший с радаров малазийский лайнер Рейса-370. Другие видят в нем обломки вертолета, пропавшего без вести в Антарктиде еще в 1982-м. Третьи говорят, что это Годзилла. Мол, можно разглядеть торчащий гребень монстра. Четвертые предполагают, что влет вмерзло Ахнесское чудовище, ну или подводная лодка времен Второй мировой войны, на которой военные Третьего Рейха бежали на секретную базу в Антарктиде. Не переживайте, и дорогие скептики, более здравые предположения в интернете тоже есть. Некоторые считают, что данный объект – отколовшийся кусок скалы или ледника, который сполз со склона. Но, как ни странно, самое рациональное объяснение вызывает больше всего вопросов. Дело в том, что следы объекта слишком ровные. Они либо были оставлены движением, либо аварийным падением. Что об этом думаете вы? Место, где нашли прошлый объект с помощью гугл-карт, хоть и мало заселено, но все же обитаемо учеными. Почему бы не попросить их скататься до конкретных координат и проверить, что же это такое? Быть может, потому что ученые сами находятся в каком-то сговоре с инопланетянами? Просто, честно говоря, мне не особо верится в то, что люди, которые живут там, ничего подобного не замечали. В том числе, мимо них каким-то загадочным образом прошел и вот этот вход в пещеру. Или что-то вроде того. Стоит отметить, что увидеть пещеру можно только на этой фотографии, которая была сделана спутником в 2007 году. На всех остальных снимках пещера полностью заметена снегом. Если увеличить изображение, то можно рассмотреть, что на льду присутствуют некие темные следы. Непонятно, откуда они взялись, ведь рядом нет ничего подобного. Может, следы это проглядывающаяся из-под снега и льда платформа? А может, и что-то более серьезное? Часть пользователей считает, что грязь осталась от машин, которые заезжали в пещеру. При этом высота пещеры составляет 80 метров. И предположений о том, какие именно механизмы в нее завозили, пока что нет. А что если эта пещера – скрытая базой инопланетян, которая строит что-то грандиозное? Что-то такое, что поработит мир? Или же, если говорить о более приземленных теориях, это может быть тайный ангар какого-нибудь правительства, в котором проводят запрещенные опыты? Место скрыто от посторонних глаз. Никто просто так туда не прилетит, и уж тем более не приедет. Чем не идеальная площадка для реализации жутких экспериментов? На просторах Антарктиды ученые совсем недавно нашли останки застывшего существа, которые они могут распознать. Как вы думаете, кто это может быть? Неизвестный вид рыбы? Или может быть существо времен динозавров? Можно подумать, что я говорю о какой-то традиции или о каком-то месте. В общем, о чем-то неодушевленном, но как бы не так. Речь идет об обнаруженном в Антарктиде крошечном существе Тулбергия. Это такое животное, живущее под скалами во внутренних горных вершинах. На момент его открытия о существе мало кто слышал, но все-таки о нем знали. И, как показали опыты, знали ровным счетом ничего. Встречаются эти крохотные существа по всему миру. А несколько видов обитают в редких участках, свободные ото льда поверхности, которые разбросаны по всей Антарктиде. Однако это очень суровое место, где мало еды. За исключением микроскопических грибов и редких бактерий. Каким-то магическим образом они смогли пережить десятки ледниковых периодов. Более того, они пережили более 30 ледниковых периодов, не перемещаясь более чем на несколько километров и даже не контактируя с собратьями. Существа долгое время буквально находились в ловушке между смертоносным льдом и убийственной токсичностью. Но даже это не помешало им выжить. Гигантская лестница Порой, чтобы встретить что-то невероятно загадочное и в то же время необъяснимое, необязательно лезть под землю на большую глубину. Бывает достаточно воспользоваться информацией со спутников и разглядеть прямо посреди Антарктиды лестницу в никуда. Некоторые убеждены, что наличие лестницы является доказательством существования утраченного города Атлантиды. Другие же высказывают гипотезу о том, что это место является базой для кораблей НЛО, а сама лестница – вентиляционными отверстиями для огромной подземной колонии. Это удивительно, что, зная координаты того или иного загадочного места, которое потенциально может пролить свет на историю человечества, люди не тратят деньги на экспедицию в это место. Я никогда не понимал, почему так происходит и, наверное, не пойму. Мы еще не закончили со всякими странными объектами, найденными благодаря гугл-картам. На сей раз по новым координатам можно найти вот эти странные штуковины, которые вряд ли являются чем-то естественно образованным. Как минимум, они расположены четко в ряд, что уже противоречит природе. Во-вторых, они находятся там совершенно одни, в полной глуши. Ну а в-третьих, сбоем камеры или карты это тоже назвать нельзя, так как все объекты разные, а значит, они не могли продублироваться и криво отобразиться. Большой вопрос вызывают черные пятна. Это, как предполагают многие пользователи, не что иное, как входы в подземные бункеры секретного инопланетного города. Кроме того, у некоторых из объектов в передней части можно разглядеть загадочное свечение. Возможно, это что-то вроде маяка. Но кому в таком случае эти объекты могут сигнализировать? Есть и реалистичная версия происходящего. Пользователи сети говорят, что это может быть до сих пор существующая примерно в той же локации антарктическая немецкая станция Коненстейшн, открытая в 2001-м. Если не брать во внимание внешний вид станции, то все вроде как сходится. Однако просто взгляните на ее картинки из интернета и еще раз посмотрите на кадры со спутника. Разве это можно назвать одним и тем же? По-моему, однозначно нет. Огромное лицо В интернете есть множество доказательств теории о том, что до нас на Земле жили гиганты. И сейчас все они спрятаны где-то под грунтом или же в скалах. Раньше эта версия казалась мне любопытной, но не более того. Однако сейчас я нахожу ее куда более реалистичной. Как бы парадоксально это ни звучало. Виной тому этот снимок, сделанный все тем же спутником. Носи Эресун заснял что-то вроде древнего лица, причем с четкими очертаниями. У него широкий лоб, узкие глаза, виден нос и рот. Ширина лица составляет где-то 600 метров, а длина равняется километру. Это может быть и пирамидой, спрятанной подо льдами и какой-то инопланетной базой. Даже тем спящим гигантом в теории это тоже может быть. На очереди у нас еще одно открытие, связанное с крайне живучими существами. А если говорить точнее, то связанное с губками. Их обнаружили в шельфовом леднике Фильхнера, который достигает длины в 200 километров. Примечательно, что найденные создания способны жить в полной темноте при минусовой температуре. Ученые и подумать не могли, что вместо привычной им грязи и ила, на волунах будут расположены губки. Раньше считалось, что в подобных условиях могут существовать только небольшие группы падальщиков, а также черви и медузы. Их не страшит малое количество света и удаленность от открытой воды, поэтому в этом месте они чувствуют себя комфортно губкам, фильтрующим организмом. Наоборот, трудно выживать на дне моря под шельфовым ледником. Как именно эти создания оказались на дне? Чем они питаются и как долго вообще здесь находятся? Это еще предстоит узнать. Возможно, это открытие станет революционным в мире науки. Человек или пришелец? Этим вопросом задались все те, кто подписан на автора следующего снимка в социальных сетях. Мужчина занимался исследованием Антарктиды при помощи гугл-карт и случайно заметил на одной из гор этот странный силуэт. На первый взгляд может показаться, что это обычный след от человека, проходившего где-то поблизости. Да что тут говорить, сам автор снимка подумал точно так же, но как только он воспользовался линейкой для подтверждения своих загадок, он потерял дар речи. Фигура оказалась практически 23 метра в длину. Даже если сильно захотеть, люди вряд ли бы оставили подобный след. По мнению эксперта, это определенное доказательство существования пришельцев или какого-то мифического существа по типу Йети. А что думаете вы об этой находке? Действительно ли перед нами может быть снимок снежного человека или пришельца? Или если это не так, то тогда кто перед нами? Если даже предположить, что на прошлом снимке действительно был пришелец, то как в таком случае он оказался на нашей родной земле? Он же не мог взять и прыгнуть сюда с другой планеты. Он прилетел на космическом корабле, а значит транспорт тоже спрятан где-то неподалеку. Его поисками занялись люди из-за различных уголков планеты, и больше всего в этом деле преуспел исследователь из Нижнего Тагила. Мучени удалось обнаружить вот такой странный объект, находящийся в районе горного хребта Бельжика, который расположен в восточной Антарктиде. Согласитесь, он довольно сильно похож на летающий объект. Представьте, как все сильно перевернется, если люди реально найдут НЛО. Наверное, наравне с открытием инопланетян я бы рассматривал только поиски руин древнего города. Особенно если речь заходит о древнем городе Антарктиде, месте, в котором никто не живет постоянно. Вот такой необычный снимок сделали исследователи этой территории. Ученые считают, что снятый ими объект является рукотворным, а значит, либо был сделан древней цивилизацией, либо является детищем инопланетян. Что интересно, сообщения о поселениях в этих краях есть на старинных картах и летописях, из-за чего первая версия становится более реалистичной. Например, на карте османского мореплавателя Пири Раиса, датированной 1513 годом, отмечено поселение в районе нынешней Антарктиды. Безоговорочно бери чем-то старинным картам, такая себе идея. Это уж точно не под стать ученым, поэтому остается лишь надеяться, что процесс глобального потепления раскроет все карты и покажет, что было скрыто от людского взора сотни, тысячи или даже миллионы лет. Тем временем, пока кто-то разглядывает Антарктиду с высоты спутникового полета, энтузиасты отправляются на исследование загадочной территории лично и становятся свидетелями кое-чего, мягко говоря, необычного. Пока люди проплывали на лодке между ледников, в нескольких сотнях метров от них прямо за горой появился неопознанный летающий объект. Он явно пролетал по своим делам, но, заметив людей, решил ненадолго остановиться. Как говорят очевидцы, в тот момент каждому из них стало не по себе. Они испытывали такое чувство, будто на них кто-то пристально смотрит и буквально чем-то сканирует. Возможно, таким образом предшельцы запустили дистанционную проверку очевидцев, и выяснив, что они ничего плохого им не сделают, инопланетяне скрылись за скалой. А теперь пришло время поговорить о настоящих загадках, которые имеют реальные подтверждения. Итак, в середине прошлого века археолог по имени Анри обнаружил два таинственных свитка в сильно окисленном состоянии. Это были медные свитки, которые долгое время никто не отваживался открыть. Люди боялись, что они могут развалиться и унести с собой важнейшие тайны человечества. Однако особая подкованность ученых все-таки сыграла свою роль и помогла им развернуть находки настолько аккуратно, насколько это было вообще возможно. Вот только как вскоре выяснилось, сделали они это зря. Вернее, не зря, а напрасно, поскольку свиток был написан на неведомом никому ранее языке. Он задержал символы, которые были похожи на некоторые слова, канувших в лету народов, но все же отличались от любого из них. Это сделало его своего рода загадкой на века, которую когда-нибудь в будущем кто-то может быть и сможет разгадать. Но мы с вами этот промежуток времени, к сожалению, вряд ли застанем. Возможно, свиток вообще не несет ничего дельного. А может, открывает перед нами такие тайны, которые перевернут представление о мире? Когда-нибудь люди точно об этом узнают. А пока я предлагаю не грустить по этому поводу и оценить то, что ученые не так давно нашли в Антарктиде. Здесь нам точно не придется ждать ответа сотнями лет, поскольку, если верить отчету экспедиции, ученому и его команде уже удалось посетить мифическую ледяную стену Антарктиды, где они нашли следы пребывания древнейшей цивилизации до потопного времени и даже сфотографировали их. На фото отчетливо видны хорошо сохранившиеся руины древнего города. Это пирамиды, колонны и статуи. Что интересно, все они сделаны из уникального внеземного материала, который никогда прежде не встречался на Земле. Есть ли шанс, что материал существовал у нас в прошлом, а сейчас его не осталось? Думаю, что шанс на это есть, хоть он и ничтожно мало. Но в любом случае, это не отменяет того факта, что находка просто сводит с ума. Ведь найденные следы цивилизации древнее той исторической хронологии, которая описывается современными исследователями. К тому же есть такие объекты, в которые трудно поверить, каким бы любителям фантастики вы ни были. Например, чего стоит одна эта картина? На ней изображена вся Антарктида с правильным расположением и идеальным рельефом. Люди того времени чисто физически не могли бы этого сделать, ввиду отсутствия возможности вести аэросъемку. Выходит, что либо они создавали карту по уже имеющимся у них откуда-то данным, либо имели в своем арсенале невообразимые летательные аппараты, которые обеспечивали им самим всю необходимую информацию. Поговорим о полетах в космос. По этой теме есть одна очень поразительная новость. В образцах марсохода нашли следы странных объектов. Во время очередного исследования Красной планеты, марсоход производил сбор образцов грунта из пробуренной скважины, помещая полученные образцы в специальный контейнер для хранения. В этот момент ученые НАСА обнаружили, что вместе с грунтом в контейнер попало и кое-что еще. Оказалось, что на системе сбора образцов застряли два непонятных фрагмента мусора. Об этих находках сообщил руководитель исследовательской миссии на официальном портале НАСА, что, честно говоря, не похоже на этих ребят. Обычно такую информацию они скрывают, как мы уже с вами знаем. Но тут они решили рассказать общественности, да еще и в мельчайших деталях. Волосяной объект отчетливо виден на полученном снимке. Он напоминает проволоку или какую-то небольшую палку. Однако ни то, ни другое, само собой, оказаться на Марсе не могло чисто физически. Теперь ученые ломают головы и всячески пытаются понять, откуда эта штука взялась и что она собой вообще представляет. Вполне вероятно, что это след каких-то высших цивилизаций, как следствие зацепка для открытия мирового масштаба. Хотя в истории Земли и без пришельцев были реальные монстры, в которых трудно поверить. Танис Трофей Начнем с этого существа со сложным названием. Думаю, вы все слышали о Лохнессском чудовище. Его существование ставится под сомнение, но в Танис Трофеи сомневаться не приходится. По сути, это реальный Лохнесский монстр. Хоть он жил и не в Шотландском озере, но своей шеей очень даже походил на легендарного Несси. Танис Трофеи, населявшие Землю в период 247 до 200 миллионов лет назад, вообще имели весьма необычный вид. Длина их тела достигала 5 метров, из которых большая часть приходилась на шею. Шея у них вытягивалась на 3,5 метра в длину. Такая длинная шея не нужна животному, обитающему на суше, поэтому Танис Трофей обитал в воде. Эти монстры могли бы дать фору как Титанобоа, так и Мегалодонам. Ученые считают, что Танис Трофей был очень опасным хищником, который безжалостно уничтожал рыб и головоногих моллюсков. И все же, несмотря на жуткие виды и хищнические способности, Танис Трофея нельзя назвать существом, которое было в сотню раз опаснее двух самых известных доисторических монстров. А вот Базилозавр может претендовать на такой титул. Это род древних китов, живших 45-36 миллионов лет назад. Они были крупнее как Мегалодонов, так и Титанобоа. Если у тех длина тела составляла около 15 метров, то Базилозавры вырастали до 21 метра. Неудивительно, что их прозвали царями ящеров. Размеры у них были по-настоящему царские. Но главное ведь не размеры, а умение ими пользоваться. И Базилозавр был не промах. Будучи самыми большими хищниками своего времени, Базилозавры успешно нападали на крупных жертв, включая других китов. Также они с легкостью расправлялись с опасными акулами. Мегалодон жил уже после Базилозавров, но если бы эти двое обитали в один и тот же период, готов поспорить с Мегалодону, пришлось бы очень непросто. Кстати, некоторые криптозоологи считают, что небольшие популяции Базилозавров могут существовать и в наши дни. И что именно этого кита-очевидцы принимают за морского змея. Если это так, то океан начинает казаться еще более жутким местом. Литсихтисы. На очереди у нас еще одни крупные создания. Литсихтисы были одними из крупнейших рыб за всю историю. Некоторые ученые считают, что они и вовсе были самыми большими костными рыбами всех времен. Долгое время считалось, что литсихтисы были не меньше современных синих китов и вырастали до 30 метров в длину. Но более поздние анализы показали, что литсихтисы достигали максимальной длины в 16,5 метров. Это тоже неплохо. Литсихтисы были больше Мегалодонов и Титанобоа. А современный лидер среди костных рыб – луна рыба – и вовсе кажется карликом на фоне этого древнего монстра. Жуткий монстр не был активным хищником. Ученые считают, что как современные огромные китовые и гигантские акулы, литсихтис питался планктоном. Он пугал многих животных одним своим видом, поэтому на него нападали далеко не все. В то же время некоторые хищники не боялись охотиться на литсихтисов и делали это довольно успешно. Этого нельзя сказать о мозазаврах. Если литсихтисы становились жертвами некоторых хищников, то мозазавра мог прикончить только другой мозазавр. Настолько опасными и крупными были эти монстры. Ящер с реки Моза, как его еще называют, обитал на нашей планете 70-66 миллионов лет назад. То есть вымер он одновременно с динозаврами. Но до вымирания он успел навести шороху. Мозазавры могли набивать страх даже на крупных динозавров. Ведь сами эти ящеры вырастали до 17 метров в длину и весили около 15 тонн. Та же змея Титанобоа, например, весила Риштонну. Поэтому если бы эти двое жили в один период и в одном месте, Титанобоа были бы легкими закусками и полдниками для мозазавров. Огромный размер далеко не единственная черта мозазавра. Они быстро передвигались в воде благодаря обтекаемой форме головы. Их пасти были утыканы очень острыми зубами. Мозазавры жили у поверхности воды и питались любыми животными, которым не посчастливилось повстречаться им на пути. Кстати, интересно, что мозазавр считается дальним родственником не каких-нибудь акул или китов, а варанов. Так что современные комодские вараны – одни из опаснейших существ в наше время. Ксифактин Вместе с динозаврами вымерли не только чудища мозазавра, но и ксифактины. Очередные монстры в этой подборке, которые дали бы фору многим доисторическим существам. Они жили в морях США, Европы, России и Южной Америки 166 миллионов лет назад. Глядя на рисунки ксифактинов, становится понятно. Это были очень опасные и жуткие рыбы. К тому же они были не маленькими, до 6 метров в длину. Это не так много, как у того же мегалодона или титанобо. Но свои размеры ксифактины прекрасно компенсировали прожорливостью. Ксифактины имели очень мощные челюсти, усаженные огромными клыкообразными зубами, которые помогали им расправляться со многими жертвами с легкостью. Нередко ксифактины заглатывали свою добычу целиком, даже не особо пережевывая ее. Об этом свидетельствуют находки ученых. Они нашли несколько скелетов-ксифактинов со скелетами рыб внутри. Что-то мы все плещемся, а не плещемся в доисторическом океане. Почему бы не подняться на поверхность, где тоже обитало немало опаснейших созданий? Одними из них были птицы вида фарарак или фараракос. По некоторым кадрам может быть непонятно, крупные ли были эти птицы или нет, но ученые уверены. Они были не то что крупными, а просто гигантскими. Представители данного вида достигали 2,5 метров в высоту и весили до 300 килограммов. Мощные лапы длиной 1,8 метра обеспечивали фараракам хорошие беговые качества, в то время как крылья были атрофированы. Фарараки были хищниками со всеми необходимыми атрибутами. Некоторые ученые считают, что фарарак – гордый обладатель самого большого клюва, который когда-либо существовал на этой планете. Нам повезло, что эти пташки давным-давно вымерли. Представьте себе мир с такими монстрами. Камера Церас И вновь вернемся в море, ведь именно здесь в древности обитали самые опасные создания планеты. Камера Церас – самый древний представитель этой подборки. Он жил аж 470 миллионов лет назад. Как вы видите, именно так выглядел доисторический кальмар. Конечно, камера Церас был похож на современных гигантских кальмаров, но точно был гораздо опаснее и страшнее всех их вместе взятых. Десятиметровое чудище в виде конуса правило мировым океанам примерно 30 миллионов лет. Из-под брани ракушки на камеру Цераса торчали щупальца, в недрах которых прятался мощный клюв. С его помощью он перетирал в пыль крупных обитателей своего времени, включая жутких трилобитов. Но больше он предпочитал питаться планктоном, как и современные киты. Причем планктон нередко сам шел камера Церасом в пасть. Даже Кракен похвалил бы своего доисторического сородича за его мощь и тактику. И к слову о Кракене, почему бы не поговорить и про него? Хоть это создание является мифическим, а его существование оспаривается многими учеными, Кракен точно дал бы фору как Титанобоа с Мегалодоном, так и другим реальным и нереальным монстрам. Точные размеры Кракена неизвестны, ведь в легендах он всегда описывается по-разному. Кто-то считает, что Кракен достигал 60 метров в длину, что позволяло ему с легкостью опутывать своими жуткими щупальцами даже большие корабли. А кто-то полагает, что Кракен был размером с целый остров. В любом случае, Титанобоя и Мегалодон ему не читам. Легендарный кальмар слопал бы их в два счета и еще попросил бы добавки. Вообще, долгое время в существовании Кракена никто не сомневался, но в 19 веке ученые пришли к выводу, что его все время путали с реальным созданием – гигантским кальмаром. На самом деле, этих кальмаров вполне можно считать Кракенами. Самых крупных из них можно встретить в водах Антарктики. Там же можно встретить еще одних жутких мифических существ – нингенов. Согласно легендам, эти – странные гуманоиды, русалкоподобные существа, которые обитают в ледяных водах Антарктиды. Свидетельства о них исходят от японских исследователей китобоев. Собственно, само название нингенами – это японское происхождение – переводится как «человек». По рассказам очевидцев, нингены – это огромные создания с обтекаемой формой тела, длина которых достигает 20-30 метров. В сети можно найти несколько кадров, на которых изображены нингены, а также немало картинок и рисунков этих существ. Однако неизвестно, правда ли они существуют. Не исключено, что они есть, ведь считается, что японское правительство держит всю информацию о нингенах под грифом совершенно секретно. Кто знает, может, они не хотят, чтобы вскрылась вся правда об этих опасных и жутких существах. Блуп Антарктида не перестает удивлять своими тайнами. И одной из самых загадочных из них является Блуп. Все началось летом 1997 года, когда Национальное управление океанических и атмосферных исследований США зафиксировало в южной части Тихого океана странный низкочастотный звук. Его засекли сразу несколько гидрофонов и прослушивающих станций. Человеческое ухо не воспринимает такие частоты, поэтому для восприятия запись ускорили в 16 раз, после чего получился леденящий ревущий звук. Ученые заявили, что Блуп был одним из самых необычных звуков, которые они когда-либо фиксировали. Они начали выстраивать свои версии касательно происхождения звука. Согласно официальной версии, Блуп был обусловлен сотрясением ледяных полей в Антарктиде или же скребущими по дну океана айсбергами. Но многие теоретики и даже ученые с этим не согласны. Они уверены, что такой громкий звук, который засекли в тысячах километров от эпицентра, могло произвести только огромное хищное существо. В этом случае оно должно достигать чудовищных размеров. Даже синие киты по сравнению с ним будут выглядеть крохами. Пока что эта версия не доказана, но исключать ее нельзя. Ведь океан еще не исследован на 100%. И напоследок давайте взглянем на создание, в существовании которого сомневаться не приходится. Это змея. И не просто змея, а отличный оппонент для Титанобоа. Вообще Титанобоа это по сути огромный удар длиной 13-15 метров и весом около тонны. Но убивала она их не ядом. Вопреки распространенному заблуждению, Титанобоа не имела ядовитого укуса и была довольно медлительным животным. Этого нельзя сказать о Тайпане Маккоя. Эта змея не вымерла и живет прямо сейчас. Это немного жутко осознавать, ведь именно эта рептилия считается самой ядовитой змеей планеты. Одной небольшой дозы яда этого Тайпана достаточно, чтобы прикончить сразу 250 тысяч мышей или 100 человек. Если бы Титанобо и Тайпан Маккоя схлестнулись, Тайпан скорее всего победил бы. Он бы сманеврировал, увернулся от зубов Титанобоа и нанес сильный укус, после чего удав скончался бы. Тайпан Маккоя никогда не нападает первым, но он готов пустить свой лютый яд в крайнем случае. Ну а дальше давайте посмотрим, на что способна самое опасное существо в океане в настоящее время. Косатка это настоящая гроза океанов и морей. Эта млекопитающая вполне можно назвать самым опасным существом в океане. И на это есть несколько причин. Во-первых, косатки очень большие. Они вырастают до 10 метров и весят около 8 тонн. Таким образом, они являются одними из самых больших хищников в океане. В плане размеров они превосходят хищных акул, на которых, кстати, иногда и охотятся. Вообще, косатки обычно охотятся группами, но иногда они могут атаковать своих жертв в одиночку. Во-вторых, косатки невероятно умные создания. Когда они атакуют больших животных, они целятся в уязвимые места. Например, в печень, чтобы причинить боль. Также у них есть целые тактики и стратегии в плане охоты. Например, они могут окружить добычу, а могут сбросить ее с льдины, устроив шоу с волнами. Так они поступают с тюленями. К слову о тюленях, их косатки не просто поедают, но еще и издеваются над ними. Например, они могут подбросить тюленя высоко в воздух или избить его о берег. Тюлени – одна из главных добыч косаток, но эти киллеры также охотятся на птиц и даже огромных китов. По сути, у косаток нет естественных врагов во всем океане. Они могут прикончить кого угодно. Удивительно, что на людей они при этом не нападают. В дикой среде можно даже безопасно поплавать вместе с косатками. Но только в дикой среде. В неволе косатки гораздо опаснее для человека. Они могут напасть на дрессировщика, загонять и измотать его или попытаться утопить. К сожалению, такие случаи происходят. Самая ядовитая рыба в мире. Таким зловещим и звучным титулом может похвастаться рыба-камень, также известная как бородавчатка. Тело у нее действительно выглядит так, будто это сплошная бородавка. Грубые наросты темного цвета помогают рыбе прятаться на морском дне, маскируясь под камни. Это помогает бородавчаткам в охоте. Рыба внезапно раскрывается и набрасывается на добычу, моментально убивая ее. На людей рыба-камень никогда не нападает просто так. Необходим непосредственный контакт с рыбой. Если надавить на ее спину, бородавчатка поднимет очень острые и прочные шипы, из которых брызнет убийственный яд. На этих кадрах вы можете увидеть, как смельчаки испытывают рыбу в действии на суше. Как видно, даже небольшого нажатия на рыбу достаточно, чтобы испытать невероятную боль. Этим ребятам нечего бояться. После съемок им быстро окажут помощь. А вот если вступить в контакт с бородавчаткой в дикой природе, все может закончиться трагично. Как-никак, самый сильный яд среди всех рыб оказывает мощное воздействие и способен прикончить человека за пару часов. Акула-бык Акула-бык или тупорылая акула является очень агрессивной и представляет большую опасность для человека. Если та же большая белая акула может просто проплыть возле дайвера, то акула-бык не применет воспользоваться случаем и атакует пловца. Единственное, что может помочь в таком случае – какое-нибудь орудие наподобие гарпуна. Проблема еще и в том, что эти водяные быки любят плавать на мелководье в мутной воде, поэтому атака может произойти прямо возле берега. Кстати, в 1916-м у побережья Нью-Джерси произошла целая серия нападений бычьих акул на людей. Именно это событие вдохновило Питера Бенчли на создание романа «Черюсти», по которому Спилберг снял культовый хоррор. Все еще помните про ядовитую рыбу-камень? Так вот, ее можно считать именно самой ядовитой рыбой, а не просто морским созданием. В этом плане пальму первенства можно отдать морской змее Белчера. Как минимум, среди змей она точно самая ядовитая. Насколько? Ученые говорят, что змея Белчера примерно в сотню раз токсичнее любой другой ядовитой змеи. А всего нескольких миллиграммов ее яда достаточно, чтобы умертвить сразу тысячу человек. Этот полосатый монстр плавает в Тихом океане, у побережья ряда стран, от Таиланда и Вьетнама до Филиппины Новой Гвинеи, где нападают не только на животных, но иногда и на людей. В яде змеи содержатся миотоксины и нейротоксины, которые разрушают мышцы, вызывают остановку дыхания, отказ сердечной мышцы, паралич и многое другое. Яд настолько сильный, что смерть наступит до того, как человек доберется до берега. Но есть две хорошие новости. Во-первых, при укусе змея использует лишь малую часть своих ядовитых запасов, поэтому многие жертвы выживают. Во-вторых, жертв не так уж и много. Змея Белчера очень робкая и пугливая. От людей она предпочитает прятаться, а свои токсины выпускает только если ее загнали или очень сильно разозлили. Обычно, когда мы видим моллюска в ракушке, мы не думаем, что он опасен, верно? Взять ту же обычную улитку. Разве она способна навредить? Улитка-то, может, и не способна, но конус еще как. Это брюхоногие моллюски, которые отличаются очень красивыми раковинами. С виду это очень милые создания. Но посмотрите, на что они способны. Они могут буквально слопать рыбу целиком. Их тактика охоты схожа со змеями. Конусы буквально нанизываются на своих жертв и проглатывают их. Перед этим они нейтрализуют жертву своим ядовитым гарпуном. Причем сделать это они могут как и сблизи, так и с расстояния. Выстрел гарпуном способен пробить плотные ткани. Самое важное, что надо знать о конусах. Они крайне ядовитые и очень опасны не только для рыб, но и для человека. Суть нападения такая же. Конус жалит человека своим гарпуном и с близи, и с дистанции. Конечно, есть человека после этого он не станет. Но все, на что останется надеяться жертве, это на удачу. Противоядие от яда конуса еще не изобрели, поэтому спастись можно лишь сделав надрез или пустив кровь на месте укусы, чтобы яд не распространился по телу. Сделать это надо максимально быстро. Некоторые виды конусов настолько ядовитые, что способны прикончить человека всего за пару минут. Милепоры. А вот еще одни красавцы, живущие в океане. Перед вами кораллы. Кстати, вы знали, что кораллы это живые организмы, а не просто образование на дне океана. В то время как некоторые кораллы безвредные, другие очень опасные. Милепоры именно такой случай. Их еще называют жгучими кораллами. И вы уже понимаете, в чем суть. Эти создания очень сильно жгутся, и причина тому ядовитость. Увидев милепоры, неопытный дайвер захочет подплыть поближе и потрогать такую красоту. При малейшем контакте он мгновенно об этом пожалеет. Милепоры вызывают очень сильный ожог. Примерно как при контакте с крапивой, только в сотни раз больнее. Дайверы рассказывают, что это все равно, что прикоснуться к раскаленному металлу. Ожог постепенно перерастает в язву. А когда рана затягивается, на ее месте остается заметный шрам. И хотя ожог огненных кораллов не смертелен, он может вызывать болевой шок и потерю сознания. Что крайне опасно на большой глубине. Синекольчатый осьминог. 5 сантиметров длина туловища. 10 сантиметров длина щупа лица и 100 граммов веса. Синекольчатый осьминог совсем небольшой. Тем удивительнее, что в таком малыше находится чудовищный яд, который способен прикончить человека за считанные 15 минут. Этот кроха-моллюск по праву считается одним из опаснейших существ в океане. Синекольчатый осьминог, как и другие осьминоги, очень умный. И поэтому точно знает, когда нужно нанести фатальный удар. Вообще эти создания нападают на крабов, раков и креветок, которыми питаются, но могут укусить и человека. В одних случаях укус будет болезненным, в другом почти незаметным. Плохие новости в том, что противоядия до сих пор нет, поэтому летальный исход будет гарантирован. Но перед этим жертва испытает целый спектр жутких симптомов. От паралича нервной системы до остановки дыхания и сердца. Увидев это создание в воде, ни в коем случае не берите его на руки. Не повторяйте ошибок ребят, которые посадили осьминога на руку для красивых кадров. Они буквально держали смерть в руке и лишь чудом моллюски их не укусили. Что вы представляете, когда речь заходит о медузах? Я сразу вспоминаю сцены из Спанч Боба, в которых губка охотилась на медуз. Медузы постоянно жарили Спанч Боба и его друзей, оставляя на их телах волдыри. Многие реальные медузы ведут себя схожим образом и тоже оставляют на своих жертвах неприятные волдыри, язвы и шрамы. Но некоторые одним лишь прикосновением способны отправить человека на тот свет. В этом плане едва ли найдутся равные морской осе. Это вид куба медуз, который можно встретить у берегов Индонезии и Северной Австралии. Этих медуз не зря прозвали осами, вот только жаль, они намного больнее. Щупальца этих куба медуз покрыты стрекательными клетками, которые содержат один из самых сильных ядов на планете. Этого яда достаточно, чтобы всего за три минуты прикончить более полусотни человек. Огненный червь. Они достигают 35-40 сантиметров в длину. С виду огненный червь выглядит как пушистик. У него много красивых белых щетинок, которые многим захотелось бы погладить. Но делать этого не стоит, так как этот червь коварный. Его не зря называют огненным. При контакте с ним щетинки проходят в кожу, как горячий нож в масло и обламываются. В общем, происходит то же самое, что и после контакта с крапивой. Все бы ничего, но огненный червь еще и ядовитый. Обломанные щетинки вызывают сильное жжение, которое может сопровождаться головокружением и тошнотой. Сильная боль и онемение длится несколько часов. Раздражение на пораженной коже может держаться несколько недель, хоть этот токсин не приводит к смерти. Некоторые потерпевшие туристы говорили, что у них на время терялось зрение и появлялись симптомы удушья. В общем, встреча с этим червем – отличный способ испортить себе отпуск. Знаете, как иногда бывает. Стоишь в море и вдруг чувствуешь, что твоей ноги коснулось что-то длинное и скользкое. Это целая лотерея, ведь рядом может быть мусор, безобидная трава или водоросли, рыба или угорь. Лучше бы это был мусор или водоросли, ведь угорь может не просто задеть пловца, но и больно укусить его. Особенно, если этот угорь – мурена. Один лишь вид мурен говорит о том, что они опасны. Эти жуткие создания могут вырастать до полутора метров в длину и весить 50 килограммов. Все это дополняется ужасными зубами. Ранее считалось, что зубы у мурены ядовиты, однако эти данные не были подтверждены. Но от этого не легче. Мурены хоть и не ядовиты, но кусаются очень больно. Причем обычно они кусают несколько раз подряд, занося в рану опасные бактерии. Помимо этого, мурены – агрессивные и безбашенные создания. История знает случаи, когда мурены безо всяких причин бросались на аквалангистов и вступали в схватку даже с акулами. Плохие новости в том, что мурены широко распространены в Средиземном и Красном морях. А значит, их можно встретить на многих курортах. Ну а в комменты напишите, кто по-вашему является самым опасным созданием в Мировом океане, а также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.